здравствуйте добрый день ну хочется спросить первую очередь как изменилась ваша жизнь после большого арбитража вы уже почувствовали что все-таки стало меньше какого-то стресса меньше внимания к вам ну уже почувствовал конечно потому что я на следующее утро это почувствовал потому что не надо уже было просыпаться бежать куда-то на тренировку готовятся к играм естественно почувствовал ну пока еще до конца не осознал не осознал что активная карьера закончилась в чем вот проявилось то что здесь вот активно все-таки она же закончилась так вот в чем вот вы ощущаете что уже что-то не то как это чего не хватает возможно ну не хватает цели какой-то готовиться к чему-то к сборам к нормативам к экзаменам к играм был какой-то определенный график соревновательный вот именно наверное этого соревновательного не хватает момента а чем занимаетесь тогда получается вот сейчас уже более полугода ну сейчас перешел в любительский спорт играю футбол за команду на первенце города за ветеранов ну иногда и свисток беру до товарищеские игры какие-то просто чтобы держать себя в тонусе если говорить о спортивной составляющей то вот вот этим занимаюсь больше тренажерный зал и футбола без него никуда но у нас есть тавриа в ветераны там бывшие футболисты собраны и очень интересно с ними находиться рядом потому что сам по мячу 20 лет не бил на большом поле и вот сейчас вспоминаю как это происходит и вас как воспринимают как футболисты или все-таки чувствуется что судья арбитр то нет я думаю наверное все равно как арбитра больше потому что иногда и шутят ну наконец-то нам там судить будет нормально может быть но судья в команде есть поэтому больше как я думаю как арбитра чем футболист если выбрать пятибалльную систему на какую оценку поставили судейство в украине судейской системе какая это была бы оценка я думаю по пятибалльной твердой четверкой можно поставить потому что ошибок все равно избежать не получится и плюс к себе надо всегда относиться критично то есть себе пятерку тяжело поставить а вот у каждого свои индивидуальные причины можно так сказать судейство это индивидуальный вид спорта кто как подготовился к игре кто в каком настроении нельзя дать однозначный ответ почему это происходит у каждого своей причины отмечает то что да вот судейство или уровень судейства украины вырос когда пригласили господина калину вы почувствовали действительно что вырос уровень что как-то изменилось отношение к судейству в украине и не именно с приходом господина калина ну во многом отношение изменилось во первых отношение с самих арбитров наверное изменилось изменилось к себе калина дал понять что если кто-то не будет соответствовать требованиям профессиональным требованиям теперешнего дня то он просто закончит судейством вот самый главный критерий я думаю а какие вот еще критерии какие-то требования особенно возможно у калины и возможно подготовка как-то изменилось какие-то у вас добавились теоретические занятия ну самое первое изменение это отношение к физподготовке сразу были практически там через месяц проведены тесты в институте физкультуры на физическую выносливость арбитров ты через год эти тесты были проведены еще раз чтобы посмотреть что изменилось за этот год и тесты показали что у тех арбитров у которых были проблемы с физподготовкой они гораздо уменьшились нам были выданы системы гармин часы с поясом которые данные после тренировки мы сбрасывали на сайт тренеру по физподготовке и он контролировал практически каждого нашего арбитра а вот стометровку за какое время бегаете я ее не бегаю вообще у нас другие нормативы поэтому 100 метровку нам бежать не надо а какой такой самый интересный норматив по которым мы можем вот сейчас почувствовать что спортивная подготовка арбитров вот собственно для начала вот этот тест который мы бежали в институте физкультуры вот он достаточно показателем потому что там очень тяжелый тест и его бежишь в кислородной маске с оборудованием с датчиками на плечах и каждую минуту скорость бега увеличивается на километр и вот до того момента как пока у тебя есть силы ты бежишь вот я думаю что этот тест был показателем да у меня сил хватало хоть тяжело приходилось терпеть все таки возраст уже на тот момент был постарше чем у своих коллег но сил хватало а вот есть такое мнение что господин колено первой лучший колено он выступает постоянно адвокатом арбитра несмотря на то какая-либо была ошибка возможно даже признан он все равно ходит какой-то вот такую лазеечку чтобы объяснить что этот вот такой поступок он тоже был в какой-то мере правильный вот вы считаете что это вот правильно вот такая позиция куратора арбитров или стоило где-то ругать и где-то вот выносить на публику я считаю правильно он пытается нас защищать на публике оправдать наше решение неправильное может быть даже те которые можно оправдать но те которые оправдать нельзя он в таких случаях защищать не будет нас и наказание они не выносятся на суд общественности мы просто видим их по назначениям и по его отношениям вот вы говорите не выносится на суд общественности а как-то вот внутри вы собираетесь он как-то журит он указывает на ошибки он как он высказывает свое мнение по поводу как вы отсудили тот или иной матч ну примерно каждый месяц полтора у нас проходят совещание в киеве где собирают арбитров и просматриваются эпизоды матчей в которых были допущены ошибки то есть они обсуждаются где-то иногда он может на повышенных тонах поговорить с нами но нас не ставят в известность о том сколько игр ты будешь отдыхать после своих ошибок это уже потом по ходу мы узнаем месяц или два кто-то сидит и не судим но вот но все равно такой как бы лояльные несколько отношения или когда он действительно первых же колено он есть защитником это плюс для судьи в принципе потому что же говорят что он очень много всяких позитивных вещей принес ну конечно плюс во первых я даже на себе почувствовал что работа с ним даже мою мою карьеру взять это можно сказать два разных человека под его руководством и ранее потому что психологическое давление на арбитров было очень высокое до его прихода со стороны даже там представителей команд президентов вот в этом плане было тяжело с его приходом просто нужно было уже судить так чтобы понравилось ему судейскому комитету они кому-то еще что материальная сторона или зарплата у арбитров выросла ну наверное но я не не скажу что она там все сильно выросла зарплата с его приходом или она увеличилась она наоборот может сказать уменьшилась даже связи с теми событиями которые у нас стране происходят смена курс валюты национальных произошло два года назад ну два года назад там незначительно она увеличилась принципе но я думаю что это важный фактор наверно тоже что арбитры должны ценить свое место работы эту зарплату немаленькую которую они получают по сравнению с другими слоями населения а вот вы сказали немаленькую можете нам эту сумму раскрыть сколько арбитр главный арбитр матча получает за хорошо отсуженную игру получается 12 тысяч гривен плюс деньги которые дают на то чтобы добраться до места назначения там самолетом машины кто как хочет так добирается